Татьяна Сахарова и Юлия Сахарова. Вам какая мера? Мать и дочь, мне нужны обе. Я выяснил, у Сахаровой в Москве есть тётка Марта Конецкая. Найди её, выясни. Давай, всё. Руки на капот, быстро. Ребят, в чём дело? Назад. Что случилось-то? Алло, Серый, здорово, Макар. Слушай, часа через три буду в Москве. Мне кажется, это Юлия Сахарова. Проследи за ней. Только смотри, не свети, Серый, понял? Ясно. Ты устраиваешь старухи несчастный случай, а я плачу тебе за работу. Или так, или никак. Она заказала Конецкую. Вот здесь, всё, что касается вашей дочери. А остальным займётся моя служба безопасности. Вспожди. Осторожно! Помогите подняться. Проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вася, ты где? Весь тираж. Тут рестораторы на съемку приехали, полтора часа тебя жду в отгон. Кто? Главный орет в истерике, говорит, что выгонит тебя на хрен. Да дали им уже и кофе, и баранок, и левую ногу в сахаре. Как ты думаешь, если... Попозже. Слушай, я говорю, люди полтора часа тебя ждут. Знаешь, надоело мне твою задницу прикрывать. Да хоть трубку снимай, я тебя полдня вызваниваю. Ну, извини. Ну, извини, с меня ужин. Ну, прости, я зарапортовался. Ага. Кстати, ты знаешь насчет того физика? Знаешь, как он погиб? Так, как описала в своей книге Ленка. Да. И вообще... С ее книгами что-то очень странное творится. Все, давай, Борь, на связи. Борь... С ее книгами. Валюша, ну как ты? Господи, куда тебя понесло? С какой стати? Ну на кой чёрт тебе сдалась эта выставка? Тем более, что ты перепутала все дни выставка, только завтра. Я хотела увидеться с дочкой. Думала, она там будет. Вот оно в чём дело. Ну, собственно, я так и думала. А что ты одна-то пошла? Не взяла с собой Лию. Ну, в конце концов, могла сказать мне, что хочешь попасть на эту выставку. Я боялась, что ты рассердишься. Валя, ну нельзя быть такой глупой. Валюш, ну нельзя. Марточка, прости меня. Я взяла твой плащ. Дуймись уже. Хотела прилично выглядеть. Да при чём здесь плащ? Ведь он испачкался, когда я упала. Нашла, из-за чего переживать. Тоже мне великая ценность. Марточка, я так скучаю по дочери. Так скучаю. Ну, я знаю, Валюш, я всё знаю. Марта, а вот эта девочка, Юля, она ведь похожа на мою Кристину, да? Не знаю, не замечала. Ты должна о ней позаботиться. Да не волнуйся ты так. Никто не собирается бросать эту маленькую дурочку на произвол судьбы. И вообще, что за похоронный тон? Прекращай себя хоронить. Ты так просто от меня не отделаешься. Врач, знаешь, что сказал? Что через две недели будешь скакать, как молодая антилопа. А как только тебя выпишут отсюда, увезу тебя во Францию. Будем пить Бордо и валяться в шезлонгах. Ты неисправима, Марта. Всё такая же командирша. Всё решила, всё распланировала. Ну, а как иначе? Разумеется. Если бы я не планировала и не командовала, ты пропала бы. Ну, посмотри, на два часа тебя оставила, и что? Вот, пожалуйста, в больнице. Вот не пойму, как тебя угораздило упасть с лестницы? Это не я. Не ты? А кто же это? Это дух покойной Зинаиды Гиппиус. Я с ней сейчас разговариваю, да? Меня толкнули. Марта Рудольфовна, ну как, всё в порядке? Надо срочно звонить в полицию. Так, Серёжа, Серёжа, успокойся. Успокойся. Всё. Звоню в прокуратуру, пока нас тут не перестреляли. Серёга, не надо никому звонить. Отлично. Прекрасно. Молодец. Значит, едем в Тимбукту, сидим в зарослях бамбука, пока Тогоев про нас не забудет. Прекрасно, молодец. В зарослях акации. Что? Бамбук в малине растёт, там пустыня, Серёж. А, спасибо. Слушай, не паникуй. Если бы тебя хотели пристрелить, тебя бы давно пристрелили, понимаешь? Нас просто предупредили, что если будем высовываться, в следующий раз будут стрелять не в стенку, а на поражение. Спасибо. Что за гадость ты жрёшь, Серёжа? Это чипсы. А у меня стресс. А при стрессе чипсы самое первое дело. Да. Этот Тогоев гад меня сильно разозлил. В тебя стреляли, ты жрёшь эти чипсы. А я всю ночь провёл в Юрьевском КПЗ. Нормально? Здесь Тогоев ни при чём. Тебя юрьевские менты приняли. Серёжа, а ты думаешь, чей зад эти юрьевские менты прикрывают? А зачем им это? Серёга, голову включи, чтобы я лишнюю информацию не накопал, Серёж. Так. Ну, к примеру, что дочь и жена будущих депутата Тогоева состояли на учёте в психушке, что он им ни копейки не давал, и матери приходилось работать посудомойкой, чтобы дочь прокормить. Понимаешь? Из-за такой весёлой жизни она выбросилась в окошко. Что? Да, Серёжа. Я уверен, что это не было самоубийство. И Тогоев не хотел, чтобы информация всплыла. Поэтому меня и завернули местные менты. Прикинь, Серк, на меня даже дело завели. А потом, прикинь, кто-то звонит из Москвы, и меня отпускают. Ты думаешь, им Тогоев звонил? А кто, Серёжа? Из Кремля? Таинственный доброжелатель? Ну да. Больше некому. И ещё я уверен, что Юля не поехала ни в какой Юрьев и Тогоев это знал. Потому что, если бы она туда поехала, его братки сразу бы доложили. Как только я копнул глубже, меня сразу завернули в Москву, чтобы я продолжал искать его дочку. И как только мы её находим, нам даёт понять, что если мы не перестанем совать нос куда не нужно, мы покойники. Вот так-то. Макар, подожди, а? Если у Тогоева перед выборами Башко окончательно заклинит, и он решит нас просто убрать? Может. Так, надо что-то делать. Так, Серый, 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 тихо, 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 успокойся. Не паникуй, Серёжа, не паникуй. Слушай, слушай сюда, Серёга. Нам нужно найти на Тогоева компромат. Ты же понимаешь, что у каждого человека есть свой скелет в шкафу. А на Тогоевском шкафу наверняка вороны кружат. Слушай, забавно получается, а? Не понял. Что забавно-то? Мы идём по следу Тогоевской дочки. Так? Она же девка-то не глупая. Она спокойно сидит в Москве у своей тётки и не парится, что придут папаши на головорезы и пристрелят её или в психушку пекут. Как думаешь, почему? То есть, Сахарова покажила у отца? Так. Накопала на него компромат? Умница. Именно, Серёжа, именно. И нам нужно раскопать, что это за компромат. Мне кажется, это очень важная информация. Ага. 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 Да, дочь, я рад, что ты позвонила. Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое, а иначе я испорчу тебе жизнь. Я могу, ты это знаешь. Да не кипятись, не кипятись. Давай встретимся, поговорим по-человечески. Ну, не чужие люди, в конце концов. Ты можешь наделать глупости. Я никогда не делаю глупостей. Нет, Еленька. Твоя затея с тётей? Глупость. Ты можешь попасть в неприятную историю. И меня в неё втянуть. Зачем тебе гряду? Мне просто нужны деньги. Я хочу начать новую жизнь, вот и всё. А после смерти Конецкой я смогу это сделать. Ты и так сможешь это сделать. Я тебе дам денег. В обмен на что? Так вот ты знаешь. А после меня найдут в карьере с пулей в голове, да? Не-не-не, Юль, я гарантирую. Слушай, но если ты так переживаешь, что со мной могут случиться неприятности, то попроси своих ребят, пусть они займутся Конецкой. Сделаешь? Я буду считать, что мы в расчёте. Ты очень любишь руководить людьми, но со мной это не пройдёт. Я не твоя марионетка, понял? На всякий случай я написала письмо в прокуратуру. Если вдруг я пропаду, упаду с балкона или меня собьёт машина, письмо отправят по адресу, ясно? Хорошо. Я подумаю. Я подумаю. Ты меня слышишь? Слышишь? Серёга, нашёл что-то... Да подожди ты, Макар, не мешай, сейчас, сейчас. О, нет, нет, нет. Есть. Ну, так. Ну, есть импень. Бизнес криминального происхождения. Серёга удивил. У нас вся страна такая, у нас так принято. Так в юности боксом занимался. Понятно. Почему у него нос сломан? Ой, не только нос. Макар, у него там проблемы с головой. Удивил. Макар, у него, это, в армии скальпс сняли. Чего? Ну, я подробностей не знаю. Там что-то с дедовщиной связано. А, ну вот, смотри, он здесь кого-то достал из молодых. Те сговорились, ударили Тогоева по голове, ну и сняли сколько? Не то, Серёга, не то. Не то, Серёга, не то. Так, ему в госпитале несколько раз сделали пересадку кожи. Так, появились деньги, поехал лечиться в Швейцарию. А, смотри, здесь говорят, что он и того, до того был без царя в голове. А после армии совсем с катушек слетел. Серёга, это и так понятно. Что-нибудь ещё есть? Так, так, сейчас. Есть райдерство. Так. Его конкурентов на людной улице расстреляли. Так. В среду бела дня. А, ну, никого не нашли, конечно. Понятно. Да, кто-то ещё тип. Серёга. Да. А ты не думал, почему он именно нас нанял? Открыл справочник, нашёл первопопавшихся. Не думаю. Может, кто посоветовал? Именно. Серёжа, этот кто-то из ближайшего окружения. Дело довольно деликатное. Нам нужно найти этого человека, и я думаю, он нам расскажет много интересного. Об этом Тогоеве. А что это? Это из Юрьевой, из всех ушки. Из истории болезни Юлии Сахаровой выдрал. Так-так-так, ну-ка. Так. Проявление подростковой агрессивности неконтролируемое. Вот, в двенадцать лет нанесла шестнадцать ножевых ранений у Эл Савицкой. Это соседская девочка, я её видел. У неё нет глаз и шрам через всё лицо. Ничего не понятно. Слушай, а может быть, показать эти бумажки ребятам из судебной психиатрии? Детка, ты, очевидно, меня не совсем поняла. Твоя мать в больнице, в тяжёлом состоянии. Врачи ничего не могут гарантировать. И она хочет увидеть тебя. Ты должна немедленно всё бросить и поехать к ней. Марта, миленькая, я не могу. Марта, я приеду, как только будет возможность. Ну пойми, у меня дела. Мы с мужем вечером уезжаем в Питер. У него там важная встреча. Я должна поехать с ним. Ну объясни как-нибудь маме, в конце концов, Марта. Я ничего не буду объяснять твоей матери. Пусть это будет на твоей совести. Всё, я не могу говорить больше. Всё, пока. Дрянь. Марта Рудольфовна, вы просили чаю. Да, спасибо. Нет, похоже, похоже, похоже. Ты очень на неё похожа. На кого? На Валину, дочку. Дай бог, чтобы это было только внешнее сходство. У Валентины Захаровны есть дочь? Извините, я просто никогда... Что, никогда не видела её? Ты удивишься, но она живёт в пяти минутах езды отсюда. Они поссорились? Нет, зачем? Просто Валин дочь, человек с очень ограниченной, мелкой душой, в которой помещаются чувства только кому-то одному. И этот один, её муж, весь мир. Это только муж, поэтому там нет места для матери. Последний раз они виделись, по-моему, года два назад. Так не бывает. Неужели? Мне кажется, ты тоже не так часто видишься с матерью. Мама умерла пять лет назад. Извини. А твой отец? Я расскажу вам про отца. Но не сейчас, хорошо? Значит, от него ты и сбежала. Не знаю, что там у вас случилось. Да, собственно, это и не очень важно. Сейчас важно другое. Мне очень интересно посмотреть, что будет делать дочь Валентины, если в её жизни что-то произойдёт. К примеру, её муж встретит другую женщину. Уверена, она тут же примчится к матери за утешением, потому что она не может существовать одна. Слушаю, Марта Рудольфовна, это Лена Дубровина. Я хотела бы ещё раз встретиться. Я долго думала, после нашей встречи, мне пришла в голову идея нового романа. Вы извините, но в ближайшие дни у меня вряд ли будет свободное время. Дело в том, что у нас произошёл несчастный случай. Мою подругу столкнули с лестницей и мне сейчас не до интервью. Извините. Алло. Алло. Ты как в моей книге? Я пьюсь. Мешков. Ага. Мешков у нас больше не работает. Жаль. Хороший был мужик. Угу. И собеседник интересный. Угу. У меня про этих. Алхотекинских. Охалтыкинских. Охалтыкинских жеребцов рассказывал. А что с ним? Ну, знаешь, как говорят, алкоголиков бывших не бывает. Всё-таки пил. Запил, когда из большого спорта ушёл. Потом, правда, завязал. Пошёл на тренерскую. Школу открыл. Угу. Да он бы, наверное, не развязался, если бы не Гретта. Ну, разумеется. Всё, что происходит, происходит из-за женщин. Ага. Только Гретта, это кобыла. Да-да. Ну, да. Мешков с негасписанной турбой носился. Угу. И что, произошла? Пожар. Конюшня была его любимая ложность. Он пытался вытащить её из пожара, но это было бессмысленно, так как всё уже было в огне. Его еле оттащили. Вот Мешков после этого и забил. Два дня просидел в манеже, седло Греттина поставил рядом. Пил и плакал. Но сторож потом сказал, что он Буран оседлал. Пустился голопом в лес. Потом, пока сторож позвонил, пока мы приехали. В общем, Буран сам вернулся к тому времени. А Мешкова нашли в Авараге. Он ещё живой был, правда, со сломанным позвоночником. Короче говоря, до больницы не довезли. Ладно, пойду я. Лена, ты дома? А я думал, ты ушла на интервью. Ну, Вася, я тебе устрою. перенести встречу на четверг, позвонить Конецкой. Леночка, у меня для тебя сюрприз. Сюрприз. Дыши. Слава Богу. Правда прелесть? Тебе так идёт. Прости, мама, я тебя напугала. Хотела прибраться, но надышалась пылью, наверное. А если бы я вернулась на дочь в сапожи? Ой, ты делаешься похожа на своего отца. Он тоже думал только о себе. Я тебе обещаю, больше никакой уборки, никакой работы по вечерам. Давай лучше подумаем, куда мы пойдём в выходные. Ты в выходные собирался опять к своей модели. Всё отменилось. У них несчастье. Её подруга попала в больницу, упала с лестницы, сильно разбилась. подруга. Угу. Подруга. Да, ты же говорила, они вместе живут. Подруга. Макар, я с ребятами поговорил, которые дело у Мурашёва ведут. А Мурашёва это кто? Подруга Конецкой. Судя по всему, её всё-таки случайно с лестницей столкнули, перепутали с Конецкой. Так вот, я этим ребятам наводку напарня дал, ну, которому девушка Юля эту Конецку заказала. Серёг, ты понимаешь, что ты натворил? Ты понимаешь, что ты подставился? Сейчас твои ребята возьмут этого товарища, он сдаст им Юли. Через час здесь будут люди Дакуева и нас расстреляют. Серёг, ты вообще соображаешь, а? Правильно. Пусть конец покончен. Ты не понимаешь. Марта Рудольфовна, долго мне ещё стоять на мостике? Стой, стой. И не филонь, подтянись. Запомни, физические упражнения тебе необходимы. Ну да, чтобы мышцы были в тонусе. Чтобы голова была в тонусе. Физические упражнения дисциплинируют. Все женщины мечтают стать красивыми, чтобы встретить своего принца. Ой, чушь собачья. Разве вы не мечтали? А у меня на это не было времени. И запомни, это нормальное состояние. Женщина хочет быть красивой. Если женщина говорит, что не хочет быть красивой, она врёт. А если она действительно не хочет быть красивой, значит, это переодетый мужик. Так, всё, можешь опускаться. так, ну-ка, пройдись. Нет, ну это вообще никуда не годится. Где попа? Вот что должно быть у женщины, если она хочет внимания мужчин. Если ты женщина, у тебя должна быть попа. Откуда же её взять, если её нету? Оттуда. Вся швейная промышленность работает на то, чтобы у женщины была правильная попа. Ты что, не заметила? Если ты покупаешь брючки, то обязательно кармашки сзади. Если юбочку, она должна быть колоколом вокруг тебя. Если это платьице, оно должно подчёркивать все твои прелести и убирать всё ненужное. Так, теперь грудь. Грудь должна выглядеть натурально. Никакого пушапа, это верх пошлости. Надо уметь использовать то, что дала тебе природа. Понимаешь? Значит, запомни. Зад подчёркиваем, грудь не скрываем, выбираем женственную одежду и, главное, всё время следим за осанкой. Что ты тут навыбирала? Господи! Это что такое? Я подумала, оно практичное. Так забудь, детка, навсегда. Женщина становится женщиной только тогда, когда позволяет себе излишество. излишество. Понятно? Ну вот это, темновато. А вот это ничего. Я в нём буду похожа на клумбу. Надевай, поменьше рассуждай, на кого будешь похожа. Давай, давай, давай. Давай. Ну вот, это уже лучше. Пройдись. Так. Только теперь нужно научиться всё это носить. и каблуки тоже. Коленки выпрями, спинку держи, головку подними. Вот так. Ты должна ходить легко. Должна ходить так, как будто ты голая. И тебе это нравится. Так, сейчас мы посмотрим. Маме повезло, во время падения она ничего не повредила. Видимо успела сообразить, что нужно лечь между рельсами. А ночью у неё случился инсульт. Врачи сказали результат стресса. А как вашей маме сейчас? Не всё в порядке? Насколько это возможно, да. Я бы хотел с ней поговорить. Можешь сделать несколько фотографий? Тут уже почти три года мама живёт в Сосновке. Это санаторий для пожилых людей в пятидесяти километрах от Москвы. Не проблема, могу съездить. После инсульта речь у неё частично восстановилась, но она никого не узнаёт. носит памперс. Не думаю, что это может быть полезным для журнала. Ром Мансуров, кроме так называемой абстракции, никогда ничего не писал. Но на его статус художника женщины слетаются, как мухи. А в женщинах он толк и знает. В своё время Мансуров влюбился в одну девушку, так он ей устроил в натуральное море алых роз, как в сказке. Представляешь, она выходит на балкон, а там весь асфальт в розах. И посреди всего этого великолепия стоит сам Мансуров. А девушка? Что она сделала? Что она сделала? Тут же упала в его объятие. Ну, не с балкона, разумеется, фигурально. Против влюблённого Мансурова никто не может устоять. В общем, я перечитал вселенные книги, проанализировал и сделал выписки. Вот, смотри. Логово волчицы. Там главная героиня, фехтовальщица. Погибает по автокатастрофе, потому что села за руль по статворам. Читай. Софья Вересаева. Чемпионка России по фехтованию среди юниоров. Погибла в ДТП. В крови обнаружены следы статворного. Дальше. Бывшая звезда Петербурья. Пьяный сел на лошадь, свалился и сломал позвоночник. И вот наш любимый физик. По рассеянности упал в люк теплоцентрада, который почему-то оказался открыт. Да не может быть, Вась. Нет, ну хорошо. А как быть с покушением на министра из логового волчицы? Его машину вообще взорвали. На министра есть что-нибудь? На министра нет. Спасибо. Но есть Нина Васильевна Ферапонтова. Я разговаривал с ее дочерью. В одном из ранних Ленкиных романов описывается история, как племянник бросает под поезд свою престарелую тетушку. Так вот, Ферапонтова прототип той самой тетушки и единственная, которая осталась в живых. Сейчас она находится в доме престарелых. Завтра я поеду и поговорю с ней. Бросил бы ты, Вась, вообще этим заниматься. Эти сто тысяч, которые тебе обещали, спасибо, за тайну Дубровина, ты и в своей студии заработаешь за неделю, если не будешь забивать на заказы. И если даже все так, как ты говоришь, нафига тебе вообще лезть в это дерьмо? Ты что, не понял, Борь? Герой погибает в книгах, а прототипы в жизни. Ленка узнала об этом и поэтому перестала писать. Она расторгла контракт с издательством, когда узнала, что погиб наш физик. Погоди, но ведь роман-то еще не вышел. Если даже действительно есть псих, который начитал с ее романов и совершает реальные преступления. Откуда он узнал про физика? Так, 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 ладно, ладно, все, что сделан, то сделан. Так получается сейчас, пока твои ребята найдут этого товарища, пока оформят, пока до Тогоева дойдет. Сколько у нас времени? Мало. Именно, поэтому работаем быстро. Сережа, какие варианты? Подожди, подожди. Ты просил найти человека, который он нас с тобой сосватал. Ну? Сверидова, помнишь? Ну, да, помню. Мы сына его искали. Так вот, он дал телефон Косте. Ага. Ну, он охранником у Тогоева работал. Костя. Есть. Ты на месте? Да-да. Поехали. Мы сейчас приедем. Да-да-да. По нашему разговору. Представляешь, выходишь на балкон, а там все в розах. Вот встать бы нам утром, а там такая красота. И художник стоит в плаще. Угу. Серенаду поет красивым, таким баритональным дискантом. А соседи в него тухлыми яйцами бросают, чтобы ночью спать не мешал. Ну, почему Серенаду? Молча стоит. Представляешь, я спускаюсь к нему, он вручает мне белую розу, я опускаю лицо в бутон, закрываю глаза. Юль, а у тебя бутон, суповую тарелку, что ли? Что? Я говорю, роза у тебя сказочная. Ты как туда лицо собралась опускать? Да ну тебя. Знаешь, что мне Конецкая сказала? Знаю, что Мансура в свое время опустошил какую-то подмосковную оранжерею, дабы соблазнить одну смазливую девицу. А по мне, был лучше он укроп и цветной капусты и картошки купил на зиму. Ей и богу больше пользы. Она сказала, что та девушка, в которую он тогда влюбился, была похожа на меня. Представляешь? На меня. Ну да. Я вашу визитку шефу дал. Шефу? Ну, начальник по безопасности Тогоева. У него с женой там проблемы были. Ну, короче, надо было, чтобы кто-нибудь за ней присмотрел. Слушай, Кость, скажи, а ты работал у Тогоева, когда он дочку к себе привез? Нет, я тогда в ноябре уже уволился. А зимой мы с шефом встречались, выпивали, как раз перед Новым годом. Но он говорил, что Тогоев-Юрьев поехал, девчонку оттуда привез. Ребята тогда и не знали, что у него в Юрьеве дочка есть. Говорили, зачем он ее вообще привез? Лучше бы там и оставил или отослал куда подальше, в Лондон или куда-то еще. А что, проблемы с дочкой были? Да не то слово. Шефа из-за нее чуть два раза не уволили. Один раз она отцовский представительский мерс разбила, а второй шефа вообще чуть не убили. За что? Очередь до Бентли дошла? Да нет, она к нему в кабинет залезла. А когда Тогоев узнал, что она у него в кабинете рылась, так он чуть с ума не сошел. Орал, на стенки кидался, нож брал, говорил, что лично всем глотки перережут и все такое. Слушай, а когда это было, помнишь? Ну, где-то перед 8 марта. Ну да, шеф приехал девчонок поздравить. Ну мы посидели, выпили. Я спросил, что да как, как дела? Он рассказал, рассказывает, а самого аж в дрожь бросает. Видать, здорово, она ему кровь выпила. Ладно, спасибо. Давай, приходи. Спасибо. Вот, Серый, как раз перед 8 марта дочка Тогоева и пропала. Да, да, да. Ладно, поехали. Друзья мои, я очень рад вас видеть сегодня в этом зале и близких своих друзей. И кого-то я вижу впервые, и это особенно приятно. Вот эта выставка, это мое сердце, это моя душа, это мои мысли. Смотрите, наслаждайтесь. Можете приобрести картину. Ну и, конечно, хорошее вино, хорошая закуска. Прошу. спинку держи, и не делай лицо, как на позвонах. Улыбайся, улыбайся, как я тебя учила. улыбайся, О, и Коля. Здравствуй, моя девочка. Рада бы тебя видеть. Прекрасно выглядишь. Не тараешь глаза, все подумают, что у тебя басетка. коньякская. Видишь, что барышня в красном сзади меня, правда, похожа на копченую селеку? Марта! Ромочка, привет, мой дорогой. Ну ты как всегда. Ага, да. Как ты выглядишь, хорошо, а? Ну и выставка, как всегда, чудесная. Кстати, хочу тебя познакомить. Моя внучатая племянница, Юлия. И ты скрывала от меня эту красоту столько лет? Марта, одну секунду. Не стой, стал бы он сокровище. Улыбайся, улыбайся. Мне очень понравилась эта картина, можно ее приобрести? Это очень. Вот смотри, вот, вот, это можно, вот это я тебе подарю. Вот. Спасибо, маэстро. Ты правда неплохо выглядишь, мои уроки не прошли даром. Вы меня хвалите? А почему нет? Я всегда говорю тебе правду, пора привыкнуть, рот закрой. Девочки, и так, за красоту. И за тех, кто ее ценит. Кстати говоря, я бы вас написал. Давайте пройдем в ту галерею, я кое-что покажу. Пойдем, пойдем, пойдем. Иди, ничего, ничего, ничего. Иди, что ли, что ли? Девочка, Иди, Эй, я эт겁но. Иди, я вот и все. Иди, 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 что ли? Субтитры создавал DimaTorzok Роман. Кристина. Это Кристина. Юля. Жена Романа. Вот я, кстати, хотел бы посоветовать с тобой, Горисович. Хорошо, что пришла. Вот Юля. Юля, вы согласны, чтобы я написал? Хочу написать её. Причём хочу сделать её, знаете, как-то необычно. Вот как, как сказать, ну, как вы сейчас стоите, вот так. Ну, в каком-то, как сказать, как к облике. Роман, я тебя искала, ты мне нужен. Пойдём на минутку, поговорим. Да. Я... Я согласна. Мы разговаривали почти два часа. Он сказал, что я удивительна и что я сокровища. У него столько картин, ты бы видела. А ещё, он сказал, что он хочет написать мой портрет. Мой портрет. Жена у него старая. У неё маленькие ручки, маленькие пальчики. Знаешь, она, скорее, похожа на мышь. Хвост отвалился, а лапки остались. Смотрю, она тебе понравилась. Только на твоём месте я бы переоделась и принялась за обед. Потому что, если не будет бульона, чтоб принести Валентине в больницу, то Март сам у тебя превратит в мышь. Ну, или в тыкву. Рома, ты что, действительно собираешься писать её портрет? Пока ещё не решил. Я бы хотела присутствовать на ваших сеансах. Крис, ты же приосознаешь, что не работаю при посторонних. Посторонних. Слушай, ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю. Я, Рома, я не понимаю, о чём ты говоришь. Я вообще не понимаю, что происходит. Слушай, ты что, ревнуешь? Ты с ума сошла? Норма. Смешно, понимаешь? Смешно. Да. Знаешь, что смешно? Седина в бороду, бес в ребро, вот что смешно. Ты просто стал бросаться на молодое мясо, как, как, я не знаю. Как, как, как я стал бросаться на это молодое мясо, как этот, как кобель, как бора. Рома, Ромочка, проси меня, пожалуйста. Слушай, это пошло, понимаешь? Я понервничала просто. Подожди, я когда не думал, что мы с тобой дойдём до такой пошлости, дорогая. Роман. Роман. Что, Роман? Пойду закончу каталог. Роман. Вам повезло, Лина Васильевна сегодня в хорошей форме. На той неделе она вообще никого не признавала, плакала всё время. К сутком с кашей в меня бросила. К чем? К сутком. А сегодня ничего, бодренькая, даже гулять попросилась. Вот она. А, спасибо. Нина Васильевна, я отойду, если что, я рядом. Нина Васильевна, и всё-таки постарайтесь вспомнить, как вы упали под поезд. Как это было? Под поезд? Да. Конечно. Поезд был совсем близко. И так худел, я боялась, что умру. Так было громко. Я вспомнила, что нужно открыть рот. Знаете, меня мама учила. При бомбёжке нужно открыть рот. А то лопнут барабанные перепонки, и ты оглохнешь. Нас часто бомбили. Скажите, а вот перед тем, как вы упали, вы что-то помните? Вот вы стоите, поезд приближается. Поезд так шумел, и ещё там так отвратительно пахло, так у нас пахнет, как когда пригорит каша. Я не люблю кашу, а меня заставляют её есть. А у вас нет леденцов? Леденцов? Я люблю мятные. А, да, мне же говорили. Конечно, вот, угощайтесь. Спасибо. Я вас узнала. Вот. Вы Верочкин воюродный брат, верно? Угу. Вы приезжали к нам перед самой войной, и привезли мне тогда прелестное кружево. А как поживает Верочка? Верочка, у Верочки всё хорошо. У неё всё хорошо. Передавала вам привет. Угу. Извините, всего доброго. Я не сама упала под поезд. Что? Меня столкнули. Кто вас столкнул? Кто это был? Вспомните, кто это был? Да, конечно, я её сразу узнала. Это была Дубровина. Продолжение следует.. П fugит. pä Selalin Львово. П prophets по​ Subscriти tweeting reve хоть под рид corre онл Иногда. И вплоть до двадцати часа. Стих先� BE Вер такомeshке. Субтитры подогнал «Симон»